Добрый ранок, шановне! Сегодня для нас святковый день не только в церкви, но и на поле, потому что сегодня мы на этом поле представляем нашу новую разработку, это тоже колесница, но сделана уже в Одессе на Велес Агро. Ну, уже так сталося, что сегодня на поле будут показывать две колесницы. Колесница от Красный Агромаш и колесница от Велес Агро. Автором идеи и разработчиком, патентодержателем, который я являюсь. Это кардинально две разных машины и мы их увидим. Для этой машины сегодня презентация, потому что мы еще не показывали для всего всего. В чем наша цель? Зрівняти сегодня две машины, походить за ними, париться с земли, поговорить про них, чтобы люди увидели, насколько одна машина отличается от другой. Но главное, в этой машине есть то, чего нет в других машинах, которые сегодня находятся. Это машина с новым принципом обработки земли. Это колесо, которое обращается. Это колесо, которое подрезает грунт, набирает на себя землю, кидает, сепаривает его и не перемешивает пожнивные решетки с землей. На сегодняшний день ни одна другая машина, кроме колесницы, этого сделать не может. Не все на сегодняшний день это понимают. Но могу сказать иначе. Оскільки эта машина еще, скажем так, проходить випробование, хотя это уже предсерийный вариант, и эта машина уже презентована в телеграм-каналах, в тиктоке, в ютубе, и много блогеров ее обговорят, в том числе много фермеров коментуют эту машину. Можно сказать про нее, что есть как сторонники этой машины, так и противники. Но факт есть факт. Если говорить про ту машину, которая стоит рядом, то сегодня на полях Украины уже больше 140 машин. И про нее можно сказать, что эта машина практически отсутствует на вторичном рынке. Это для нас великий факт того, что машина, если покупается человеком, то она в хозяйстве остается, она не становится под стенкой, она не стоит мертвым грузом, она работает в грунте. Если говорить про эту машину, то машины старта продажи, де-факто, еще нет, но черга уже стоит. По этой машине можно сказать, что это будет серия машин. Мы сейчас говорим о том, что эта машина будет от тракторов 50 сил, это будет 2,6 метра, может 2,4 метра шириной захвата, до 8-метровых машин, которые могут работать с большими энергонасиженными тракторами. Я покажу одну особенность этой машины, которая сильно отличается от этой машины. Это не новый, но очень эффективный узор на резинке. Почему? Великая недолюк у этой машины, это то, что она не копирует грунт. Обработка земли всего на 2 дюйма, 5 сантиметров. Если у вас где-то осталась колея, то обязательно мы ее пригорнем, но не обработаем. Эта машина имеет возможность копировать землю, и она этот недолюк прибирает. Другой момент. Если вы посмотрите с верху, прошу вам, то вот эти машины здесь помещены. Это позволяет этой машине не забывать это. Колеса, которые крутятся в работе, чистят один один. Проблема машины с той, которую мы сделали 4 лет назад, это она очень боится влаги. Как только немного прозевал, мочек или роса, батарея становится катком. Поэтому эта машина, я думаю, имеет больше перспектив, чем все-таки машина батарейного типа. Но это и это колесница, и это новый вид обработки грунта. Это то, о чем мы говорим. Это машины, которые могут сделать сэндвич мульчу. А сэндвич мульча – это 5 сантиметров, 2 дюйма, вилкокомкуватого грунта. И с верху одеяло з пожнивних решток, которое и сохраняет влагу. Багато розмов, багато спорьев про то, что создает сэндвич мульча идеальные условия для точки росы и для накопичения влаги с поветра. Час покажет. Теоретично обрунтовано на практике, в результате проведенных випробований и заложенного краш-теста. Это доведено. Но на поле в господарство. У одних он есть, у других нет. Но тут важливая погода. Для того, чтобы точка росы у нас мала место быть, нужно разница между днем и ночью в температурном режиме 11 градусов Цельсия. Вот такая машина. И сегодня на випробовании мы увидим их работу. Доброго дня, шановные друзья. Я Вячеслав Иваненко, с кем мы еще не знакомы. Я разработчик колесниц. И сегодня у нас уникальная возможность увидеть, что на одном поле, на одном фоне, две колесницы. Только что прошла колесница от Красного Громаж. Это машина батарейного типа. И она уже на рынке. И больше 140 машин работает на территории Украины. И есть новая машина. Машина колесница от Велес Агро. Что изменено в этой машине? Змена концепция машины. Если эта машина батарейного типа, то здесь вы видите два агрегата. Здесь основная задумка в том, что два колеса стоят на одной стейке. Для чего это делалось? Это вопрос немного там впереди, в поле, в качестве обработки земли. Я могу теоретично долго про это рассказать, но если дождь нас до конца не разгонит сейчас, у вас есть возможность после обработки пройти и сравнивать рядом два поля. Чи есть разница в обработке, или нет. Про саму концепцию колесницы. Машина украинской разработки больше в мире ничего подобного нет. Она основана на выноходе самым рабочего органа. Мы называем это культиваторной лапой, которая обратится. Она подрезает шар грунта, поднимает его и кидает. Дальше, когда падает простой закон физики, идет сепарация. Понятно, что сначала падает теша тяжелая, потом теша легая. Природа не знала того, что можно сиять у нас в рядочек и зарабатывать. Она зерно створила тящин за землю. Падает сначала зерно и камень, потом земля, слой мульчий 5 см, а вот пожминные решки накрывают это все зверху одеялом. Про это писал еще известный Авсинский, но мы назвали это сендвич мульча. Это идеальный слой, который защищает влагу от вапирования. Есть спорное вопрос про точку росы и про накопичение влаги из воздуха. Но оно работает. И те, кто сегодня уже пробовали под ней сиять, как один фермер сказал, разхрестуванием. Он раскидывал по полю федераты, до речи мы сели ее зиму, таким способом. Потом заработали колесницы и получили урожай. Причем, то, что мы отримали, нас удивляло. Не буду больше вас отримывать, давайте поднимемся ее в работе. И те, и те колесницы. Вот так. Ш piece 12, А в запах пос Products, мои! Ура мина. Вот это ровно посевное ложе. Вот сверху слой мульчи. Это все пожнивные решетки. Чем больше их, тем лучше. Они остаются сверху и закрывают вологу. На жаль, вчера мы не показывали эту колесницу. У нас были проблемы с трактором. Но если мы вернемся на показ колесницы той, и посмотрим вчерашний проход колесницы, то сделайте вот такое очень простое. Вот так паритесь. У свежего и вчерашнего. И вы чего-то вчерашнего тут видите сиренки. У сегодняшнего немало вологи, а вчерашнего есть. Питание чего-то. Друзья, приглашаем до следующего стезона. Весь фокус в рязнице динной и ночной температуре в 11 градусах Цельсия. Точка роси. Там уже появилась волога. И немного, но она уже есть. И когда вы будете сиять, вот тут вы пройдете сочничком по этому посевному ложью. Очень важно при настройке и вашей бороны, от красного граммажа, и этой, чтобы вот тут было ревно. Вот тут вы прорежете диском и сюда вы положите насильное. Это то, что мы называем посевное ложи. А это все мы называем сендвич мульча. Это то, что обеспечит вам вологу. Не было випадка такого, когда люди обрабляли ней и втратили вологу. Ну, много зависит от того. Тут не много пожнивных решеток, но чем больше пожнивных решеток на поле, тем лучше для вас. Основные работы, когда мы ее проектировали и видели концепцию этой машины, мы ее увидели в принципе как машину, которая будет работать после комбайна. Так что решение за вами. Ось одно поле, ось другое, ось две колесницы.